давай фокусируйся уже вот она пришла вот она родимая какая же ты красавица какое ж ты тяжелая так ну чё он бокс с параллельными комментариями короче было у меня джебелька charge 5 неплохая штука но мне не хватало потом я все-таки extreme 3 себе купил и в принципе я с ним был счастлив но потом определенный момент определенным причинам пришлось от него отказаться вот и сейчас вернулся к дилемме выбора хочу взять опять тоже а как-то надо наверное развиваться наверно нужен level up поэтому поэтому решили попробовать такую же можно сказать серьезную технику вот так вот так вот так вот сразу скажу она стоит как для меня космос поэтому я не совсем новую взял я так сказать и установленную взял то есть возможно с ней что-то было не так но я не знал что настолько весит обалдеть я не знаю она очень тяжелая ну не знаю на вскидку килограмм ну больше десяти ну как больше так ну чё надо тестировать на телефон мы снимаем поэтому с айпаде конечно чем запустим так там что то есть еще что то есть еще должен быть кабель кабель есть но будем надеяться что она заряжена вот мощности в ней дохрена для меня с излишком были это это я чё-то думаю не переборщил ли ну-ка так прикольно к тебе повернуты эти кнопочки всегда они сверху были тут в сторону тебя повернуты ночью от винта бульк о бум бокс 3 то тут у нас один ништячковый огромный динамик сабвуферные два средних и два маленьких соответственно средний по моему 80 в пике выдает от розетки без розетки 70 или около того может 60 эти тоже по моему по 40 каждый в пике выдает или по 30 по моему это вай-фай версия не по 40 отдают вай-фай это чуть 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 получше помощнее считается но на 100 долларов дороже пошла на в жопу и маленькие твиттеры не знаю поскольку но они пищалки блин даже даже не знаю что и сказать на первый взгляд по ощущениям шумно все равно высоких дохера прям дохеровато вот и не этим не особо нравилась экстрим к но кстати басов и я лично вообще чуть не слышу может быть получится через приложение зайти их добавить то есть я что-то думал что басы прям врубить будет чё-то чё-то я так думаю то есть у меня по ощущениям конечно субъективным я видел разбор этих колонок именно их разбирали и но динамики там конечно существенно отличаются ну по ощущениям как экстрим к 3 только чуть погромче и ну не знаю скажем так ожидания конечно были по больше так зарядка пошла ну наваливаем дальше блин честно честно даже не знаю что сказать чисто мое ощущение чисто мое впечатление ну немножко такой я ожидал что-то большего то есть да она будет орать да и будет слышно под свои функции наверняка она подходит очень наверное даже неплохо функция орать и реально каких-то басов ожидал не знаю мне казалось вся хата будет сотрагаться мне нифига ну ладно чё он по посмотрим потестируем на других песнях до эквалайзера попробую добраться посмотрим чего он там скажет очень будет что добавить добавлю пока чисто мое субъективное ощущение ну такое на четверочку с минусом то есть громко еще раз повторюсь громко ну скажем так экстрим к 3 мая вот если поставил бы и вот кстати на попробует там есть мод такой зажимаешь две кнопки держишь и он в спецрежим входит она сука так начинает орать мне кажется у нее то просто рассказываю на экстримки резались в специальном режиме низкие частоты и только верхние немножко среднем было короче она могла орать как сука вот я и любил за то есть она прям вау давала джазу по шумности пока вот на самом деле она где-то примерно с с экстримкой по ощущениям да конечно но почище там правда уже шуметь начинала сильно орать ну то есть прям уже некомфортно было слушать когда но не очень комфортно прям ну уж и по офигевали когда вот если рядом она была до една понимаешь в таком режиме лучше долго не слушать но в суть в том что она могла вот вот и пока я не то есть но эта хрень она ну да не знаю она же не в 2 она там не знаю в три раза больше и по объему по ощущениям может даже плюс-минус больше но она не играет в три в четыре раза там лучше громче басовите еще добавить хотелось ли так можно вкинуть конечно же у него есть эквалайзер причем только спариваешь тебе он предлагает скачать официальную прогу ну я скажу так да да там басов накрутил высоких убрал ну ну получше стало но короче вы делаю себя нормально она играет наверное мне как-то не за то есть все равно даже задушил высокие она мне все равно высокими прям не знаю не люблю такой звук но это на понимаете опять же для контекста для чего она создавалась куда-то наверно пойти на улицу с собой взять затусить классно ну вот реально классно мне кажется даже более чем то есть на улице все равно басы они развеиваются будет то есть это вот в помещении прикольно врубить подрубить басы по идее никуда расходиться не будет а вот на улице они ну в общем и не нужны но опять же пойти на улицу я загуглил вроде там под 6 килограмм она весит но реально килограмм сука под 10 визит ладно может я преувеличиваю по поводу 10 килограмм но все равно штука тяжелая ну правда я сто килограмм вешаю мне вот этот вес но нею впадлу куда-то брать честно то есть куда-то на природу ну прям ну впадло меня с экстримом третьим таскался мне он немножко великоват был я подумал на по поводу не классно было бы свою чарж 5 нормально куда-то брать и вот ну короче улица и не знаю это прямо ну сука ну мучиться надо мучиться страдать и нести куда-то дома оставлять блин самое что интересное что в этом долбаном снова факторе реально там и party box можно взять басами все классно будет ну да это туда определиться все-таки дом или улица ну и на улицу можно будет взять ну да ну то есть если такие хоть там на колесиках и тащить можно побольше будет но блин короче не знаю может может верну может оставлю еще я понимаю технологии классные тут ну стоит она под страку наверняка что-то для этого сделал ну да да внутри она конечно там не знаю совершенство да но ну я ожидал больше вот это совершенно короче надеюсь последняя мысль так сказать надо было переспать не переспал в душ сходил после работы короче было хочу сдавать и брать обратно экстрим 3 вот вот как-то так еще раз она неплохая наверно больше все-таки у меня ожидания были больше скажем так во первых во вторых она ну не совсем подходит под мои нужды то есть вот реально экстримчик 3 он компактней он в принципе орет также какая-то сука в принципе что еще надо собой его намного проще практичнее брать куда-то это даже не обсуждается вот эту хрень я я не представляю на природу куда-то брать я типа мотоциклист уже давно не ездил дай бог скоро буду и экстрим 3 с собой возил на мотоцикле я был счастлив вот там играла музыка и все было классно это даже не представляю как это сзади просто даже не представляю я не хочу представлять нет то есть то есть еще раз для каких-то посиделок на улице вот не знаю отнесли кайфанули ну не знаю у него автономность большая по моему до 24 часов может играть наверняка не на полную мощность но ну вот я честно я не особо вижу разницы когда штыкер подключаешь вот говорят она мощнее больше громче играет я не особо это слышу и все равно вот ну на полную мощность ставишь звук причем я высокий еще раз низкий выкрутил наверх высокий задушил средний плюс-минус также на середине старая все равно мне ну ну шуме то есть и экстрим вот еще раз она шумит вот по ходу такого к стрима есть этот режим когда бред и не помню по моему bluetooth и минус зажимаешь держишь долго минут 5 секунд 5-10 и она 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 вот почти как эта сука начинает орать и короче вот моим ну еще раз мне такое по поводу магнитов которые используются в колонках я не специалистом это моя гипотеза но еще раз я видел как разбирались разобранном виде колонки выглядят и вот в чардж в экстриме то есть колонки маленькие мне кажется там такие более современные такие технологии используются сам колонки они ну скажем так современного типа я могу ошибаться можете плюнуть мне в лицо кто увидит вживую но мне кажется там неодимовые магниты стоят они маленькие компактненькие такие и они они работают классно и ну занимают намного меньше места вот но это как бы 21 века считаю тут вот старые добрые огромные такие по моему ферранитовые не называются или как то так такие вот магниты поэтому ну не знаю такое себе вот но в какое-то такое мое заключение опять же сугубо от себя кинская ну вот еще раз после экстрима я думал ну надо level up совершать но я посмотрел если это такой level up то я стоп-бэк сделаю я вернусь и буду себя счастлив с экстримчиками либо еще чем поищем чем под ищем вот для меня это универсально хочу средства я понимаю по хорошему дома нормальную аудиосистема надо иметь портативную другую совершенно но вот я хочу вот мне универсалочка что было мне все же что-то устраивало сейчас тоже должно устраивать потому что жизнь на чемоданах не знаешь куда чё поедешь ну то херню собой таскать ну я я пас и так попытка номер двести тридцать восемь до записать это видео вот короче просто пошли мы купили такую классную штуку то есть она уже весит ну бля как для меня в разы но по факту наверно примерно там в два раза ли в два с половиной может меньше весь на смотреть ну пофиг кстати заказала рефер бишь но что-то на мне во-первых цвет не понравился я решил попробовать поэкспериментировать голубую вообще вообще на люблю такой синеватый цвет тускленький но что-то вообще мне не понравилось цвет не понравился и колонка в целом нормально играла но по ощущениям как будто все таки один динамик что-то больше что-то какой-то больше какой-то меньше то есть какая-то десинхрон какой-то асинхрон ну короче я подумал вот лучше новую взять на чуть дороже стоит на кайфы вот вот старая добрая вот вот старая добрая кстати по опыту эксплуатации могу сказать она у меня не знаю три года было когда была новая ну вот и я как только и не пользовался ее и ронял она вся поцарапанная у меня был итоге другу продал в половину меньше чем покупала до сих пор и пользуется чем могу сказать коцки куча коцек но опять же я заказал чехол там на днях он придет классный чехол он упаковывается и прям вот подвешивается и прям как бумбок с 3 ты можешь с собой носить очень классно потому что ремешок который идет в комплекте но не знаю ну такое себе скажем так да его можно на плечо удобно вешать кстати щехлом ремешок тоже можно вешать но ну скажем так я хочется вот просто взял и понес вот так рукой не совсем удобно брать да то есть двумя руками такой себе вот это вложить ремешок ну короче хочется чтобы точно вот такой вот такое вот крепление было за которое можно было взять и понести вот соответственно куда-то к чему-то прикрепить уже другой вопрос то есть на мопеде я возил с ремешком он ремешок было подвязано и соответственно у меня качалось со стороны в сторону и вот эти одно крепление к чертям отломилась но она она все-таки ну хлипенькая то есть просто нести окей но какие-то прям нагрузки там то есть это вот надо понимать вот и второй момент который меня смущал поколу ну не то что смущал но опять же то есть сколько и там еще говорю три года владел да вот ну деградация аккумулятора была то есть я помню как она вначале играла прям долго 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 потом же конечно не так долго и начала хватать но и хер бы с ним но и не знаю не 15 часов заявленных там 10 допустим кто считает ее зарядил и просто слушаю слушаю допустим каждый вечер по чуть-чуть ну там не на неделю хватает не на полторы недели на неделю то есть над над big deal как бы я хотел сказать вот ну чё в комплекте я не знаю я не хочу особо доставать единственное что зарядка да зарядка классная она мощная тайпсишная вот ее бы я ладно станем распаковал бы да и единственное что я не пробовал ее помню с этим самым с эквалайзером то есть она мне всегда высокими фонила вот вот хороший этот самый прикольный пук пункт и все и все сколько тут аутпут 3 ампера причем на 5 вольт и на 20 вольт то есть даже ноутбук можно заряжать по сути этой штуковины классные то есть хорошая зарядка в комплекте это надо понимать вот то есть главное что вот за что я топлю вот ну еще раз подытожим да прежде чем я включу она весит там ну назовем в два с половиной раза меньше а легче и можно носить то есть бум бокс 3 я вот в здравом рассудке я не представляю то есть куда и как носить постоянно то все раз куда-то принес там не знаю в кафешку там не знаю если ты хозяин кафешки оставил там и все она стоит где-то да кстати их прикольно можно соединять и сцену создавать ну тоже такой короче постоянно куда-то носить ту бумбокс я я не представляю эту тяжелее чарджа но она ну а она носибельная и она играет громче и лучше плюс почти так же как бумбокс вот у нее все таки вот эти вот маленький я почитал статью про динамики действительно как я и говорил есть неодимовыми магнитами колоночки они современные классно считается компактные и вот эти с ну фера фера ну короче старого образца как колонки ну вот и это круто то есть ты в компактном размере получаешь больше то есть она легче она дешевле играет почти так же ну то есть мое самое большое смущение по поводу той колонки было в обратном порядке она больше тяжелее крупнее там ну не в несколько раз ну да ну неважно несколько раз да там в два в три раза громче ну она не играет супер громче и у нее не столько раз басов то есть она чуть-чуть лучше а если на чуть пошла на в жопу ну реально и жить бы с ней то есть ладно по наиграла хорошо окей можно как-то помучиться там оставить она ну играет как играет поэтому нет спасибо да и с другой стороны вот старая добрая вот порой я прихожу к тому что порой вот вот есть вещь она классно работает вот и не хер искать что-то лучше это кстати брака тоже обратно браку тоже относится ко второй половинке шучу конечно но сам факт то есть реально живете любите нормально все не надо искать лучше не факт что будет лучше ну может и будет но это уже индивидуально короче я с этим женат мне очень нравится я кайфовал сейчас попробуем заценить я не снимаю на телефон поэтому я хочу сейчас именно через телефон подсоединить попробовать эквалайзер найти через эквалайзер что-то подстроить потому что когда я и пользовался я им не пользовался не знал что он есть у сада его не было но не суть так что как вот сейчас сейчас ждите будете так ничего могу сказать дорогие друзья да во первых хотел добавить про вот это крепление под ремень она все классно но она сука царапается ну опять же над big deal ничего такого страшного но когда вешаем она но царапается он царапается здесь она царапается на ремне на самом поэтому я бы может даже вы не вешал так вот возвращаясь колонки о да о да ну 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 да то есть это падла орет вот ну орет что сука резаная вот правда и да я открыл эквалайзер там можно поиграться с настройками я естественно басов под накрутил там попробовал то есть все то есть меня все устраивает вот и громко и не говоря про то что у нее есть этот бешеный режим но может попробуем заценим не знаю как что с этого получится но в общем вот сейчас о чем дело Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сосед пишет сообщение, что слишком громко, по сочувствованию он, не будем больше пробовать, как говорится, поверьте на слово, вот. Да, и такой все-таки мой маленький рекомендацион, вдруг кому-то понадобится, вдруг кому-то окажется полезным, вот про этот, ну, я его называю типа турборежим, на самом деле это Low Frequency Mode. Я как так понял, ну, режет он частоты низкие, вот, и из-за этого колонка звучит громче, но еще раз, надо понимать, что даже официальное предписание, что типа аккуратно колонки могут там подгореть, сгореть, я не знаю, там, ну, типа это не этот самый, не случай, не гарантийный случай, поэтому, вот. Вот, я его использовал несколько раз, вот, мои рекомендации, как им пользоваться, в принципе, все нормально было, вот сейчас у меня немножко паленым начало вонять, я, честно, пересрал, но вроде сейчас погонял колонку, послушал в разных режимах, все нормально. Так вот, ну, тезис первый, желательно, непродолжительно, то есть, я просто типа, как правило, показываю, что она может, но долго так не слушаю, это раз. Второе, ни в коем случае она не должна быть подсоединена к питанию, потому что от питания подается еще большая мощность, то есть, собственно, что сейчас было. Третий момент, это громкость, она не должна быть абсолютно на всю громкость, хотя бы чуть-чуть, там, пару нажатий уберите вниз, и чем больше, тем лучше. И вот, в принципе, в таком режиме это безопасно, можно даже какое-то время и послушать. То есть, еще раз, без питания и не на полной громкости, все-таки, если вы вводите этот режим, он все равно будет громче играть, чем так на полной мощности. Да, и звук будет такой, но, поверьте, если вы бухой, и вам хочется громче, можно такое что-то, что-то такое влупить, и оно, в принципе, нормально будет. Вот такие мои рекомендации, опять же, там, смотрите, на, собственно, страх и риск. Я не знаю, нахрена они его впиндюшили, потому что на других колонках я этого не видел, ни на Charge 5, ни на Boombox, ну, нет этого. А вот на Extreme есть. Ну, как бы вот. Ну, еще буквально одна вещь, которая, подумал, может быть релевантна, это эквалайзер. То есть, по стандарту, вот, еще раз, ну, я снимаю на телефон, поэтому не могу показать на телефоне, но, поверьте, как говорится на слово, там идет три графы, низкие, средние, высокие частоты. И оно по умолчанию на середине выставлено. И вот, у меня, когда сейчас подгорела колонка, если можно так сказать, у меня басы были задраны наверх. То есть, все-таки это большая нагрузка идет на колонки. И я понимаю, что в этом режиме басы глушатся, но есть шанс, что из-за эквалайзера оно не так выровнено, как хотелось бы, да? Поэтому учите, что эквалайзер хотя бы по умолчанию должен стоять, чтобы вот этой штукой напользоваться. То есть, а по умолчанию у меня эквалайзер сейчас я настроил, чтобы басов побольше было, потому что тут их не сильно много. Поэтому, ну, как бы вот, мелочь, но такая. Ну, как бы вот, мелочь, но такая. Так, ну и, собственно, вот в заключении вот пришла наша, надеюсь, долгожданная штука. Вот, вот даже пакетики какие у них, а? За зиптайми. О, силиконовая. Херня такая прикольная. Блять, как они ее запихнули, сука. Что это? Что это fucking такое? Блин, мне уже это разрезать хочется пополам потом склеить. Шучу, конечно, но... Да, чем ты? В здравом рассудке этот день. Без 100 грамм не разобраться. Обалдеть, обалдеть. Обалдеть. Вот. Вот. Сейчас. Сейчас запихнем нашу родимую сюда. Сейчас запихнем. Презерватив такой для нее, а? Вот. Соответственно, в этой штуке она уже не поцарапается. Не там, ну, по большей части, да? Вот. Все. Она сидит нормально, как родная. И вот. Вот ты ее берешь, все. Блин, звездочки, как Капитан Америка, да? Вот. Все. Маленькая, это самое, бумбокс третья, да? Взял. Понес. Поставил. Очень удобно. Хочешь, это стрэп подвязал, понес куда-то. Ну вот, классно. И даже кнопки тут еще, по идее, вот должны прожиматься. Только. А, я ее перепутал, блин. Ну, сейчас. Я не додумался, что она может быть этих. Ну вот, блин. Разве это не круто? Кстати, я только случайно загуглил. Есть уже четвертого поколения такая штука. Достойная. Она немножко другая по форме. В принципе, по звуку она плюс-минус такая же, да. Там более новые технологии. Ну, те же яйца, только в профиле. Она официально не представлена. Она уже возится как-то, допустим, в США по, так сказать, черному импорту. Но. Ну, короче, она по длине меньше. По диаметру, скажем так, побольше. Ну, такое себе. Я еще думал, блин, может вернуть эту, подождать. Взять ту. Она дороже сейчас стоит. Если подождать ее официального выхода, что должно быть в июне 2024 года. Ну, что-то я... Короче, и так нормально. Старая, добрая, нормально. Да, кнопочки, конечно, так себе включаются, прожимаются. Может, надо повернуть больше. Может, я не знаю. Ну, сейчас. Ну, короче, very comfortable. Вот, все. Взял. Вот. Можно сказать, настоятельно рекомендацион. Буквально два слова. Вот, я не выдержал, вырезал. Сделал вырез под кнопки. Ну, потому что невыносимо это прожимать. И, я понимаю, можно было белым подкрасить как-то, чтобы было видно. То есть, ты постоянно всматриваешься. Нет такого, что ты на ощупь находишь. Плюс, они еще и светятся. Ты не видишь этого света. Короче, прорезь сделал. И вообще... Вот. Ладно. Каким-то таким был обзорчик, сравнение на эти две штуки. Не судите строго. Пускай все хорошо будет с вами. И пока. Пускай все хорошо будет с вами. Пускай все хорошо будет с вами.